На экранах видео со всех станций метро Самары. Дежурный пункт транспортной безопасности одним нажатием переключает изображение. Вход в метро, коридоры, турникеты. Там весь периметр просматривается, чтобы не было проникновений. И все помещения, которые ремонт, КПП, все дома. На самих станциях за безопасность отвечают пункты досмотра. Датчики реагируют на взрывчатые вещества и радиацию. А с помощью рентгена пассажира видно буквально насквозь. Доступ в служебные помещения контролирует специальная система. Оборудование на всех станциях установили еще в 2005 году. За 10 лет, естественно, изменились определенные требования, изменились определенные условия. Поэтому система и видеонаблюдения, и все остальное, она в определенной степени должна модернизироваться. И метрополитен должен оснащаться уже более-менее современными средствами. Сейчас меры безопасности в метро усилены. Через металлоискатель проходят все пассажиры. Есть вопросы к системе видеоконтроля. Мы считаем, что она в системе метро недостаточно. Нужны новые нестандартные походы, прямой видимости. Мы не видим иногда, так сказать, лица. На станциях вскоре установят интеллектуальное видеонаблюдение. То есть камеры смогут распознавать лица тех, кто находится в розыске, и сигнализировать об этом полицейским. На это из бюджета страны выделяют 330 миллионов рублей. Сроки установки сейчас утверждаются в федеральном правительстве. Валерия Макарова, Григорий Пришаков. События.